Самое главное, что я ее спасла, она чуть не улетела у меня с боковушки. Еле вышли оттуда, невозможно было выйти, как наклонен сильно был вагон. Ноги подкашивались, кажется, что сейчас он прям вот перевернется. Мужчины помогали. Решение все-таки остаться, сменить обстановку как бы надо. Ехал с супругой с Воркуты на море сюда. У нас головной был самый вагон, то есть от локомотива 1. Как такового-то ничего такого не подчувствовали. Единственное, что было применено там экстренное торможение, я так понял, потому что, наверное, сорвались, кран. Ну и потом в дальнейшем прибежал парень, весь грязный, дочку потерял. Говорит, не видели, не видели. Ну и, соответственно, проводники уже там, ребята, нужна помощь, там жесть. И все, вот мы пошли. Все мужчины, которые были, все участвовали. Ну, как разбивали окна, делали какие-то скрутки из простыней и утаскивали потихонечку. Ну, мы подождали какой-то период людей из тех вагонов, которые упали. Разместили по нашим всем, которые остались там немножко. И все, подождали дополнительный поезд, нас пересадили, вот. Все и сюда. Хочу уже отдохнуть, спать. Ну, конечно. Мы находились в десятом вагоне во втором купе. Вот, как бы так. Ну, что, ехали с семьей, ну, жена, дочка, смотрели фильм, получается, пошла тряска, ну, вот, испугались, потом выключился свет. И это, ну, как бы, типа, свободное падение, и вот упали. Потом, когда очухались, нам это, это, сосед помог открыть дверь, вот, вылезли уже, ну, и посмотрели, что произошло. Семью отправил, это, вагоны, которые остались целы. И это, помогал остальным уже, вот, ну, вместе со всеми, там, потому что со всех вагонов понабежали, вот. Перебинтовали раненых, наносили, как бы. В принципе, паника, я так бы не сказал, что была, потому что все как-то собрано, организовано, согласованно делали. И, ну, небольшая фобия осталась, когда поезд немного трясется, уже, ну, семья на готове, так сказать. Посмотрел пассажиров, которые находятся у меня в вагоне, сказал, чтобы не паниковали. Затем вышел в тамбур, открыл дверь, посмотрел. Вагоны лежали на боку, в лесу, возле речки. Сразу принял решение пойти эвакуировать пассажиров из разрушенных вагонов. Дойдя до вагонов, увидел, что некоторые пассажиры мужского пола уже выбрались с вагонов и стоят, смотрят на все это. Самое главное в такие моменты организовать людей. То есть дал им быстренько задание, что делать. Находился один вагон у нас в подвисшем состоянии, то есть от эвакуационного выхода до земли было большое расстояние, нужны были веревки. Дал задание пассажиру одному сбегать за бельем, быстренько связать из них веревки, показал, как это делается, кинуть людям в окно и по ним уже эвакуироваться. Затем пошел по другим вагонам, взял камни, показал людям, чтобы отошли от эвакуационных выходов, стал разбивать. Дал команду сначала уцелевшим пассажирам, мужчинам, чтобы выбирались наружу и помогали остальным выбираться уже. Сам спустился в вагоны и начал там оказывать помощь. Некоторые пассажиры были в труднодоступных местах, пришлось с помощью физической силы открывать заклинившие двери, вытаскивать пассажирам. Большое спасибо. Многие вели себя достойно, накладывали шины грамотно. Видно, что люди подготовлены, где-то этим уже занимались. Мой вагон был номер пять. В нем 23 пассажира у меня находилось. Он, к счастью, остался стоять на колесах. Потом эти четыре вагона, которые остались у нас стоять, мы туда эвакуировали пассажиров. Уже там на месте оказывали им первую помощь. Туда пришли медики, выделили один вагон для больше всех пострадавших. Оказали им там первую помощь. Затем на восстановительном поезде приехали медики и оказали уже медицинскую помощь. После чего госпитализировали несколько человек в город Инту.